Довольно итогами сбора, хорошая работа проведена, интенсивная, в принципе, то, что запланировали, завтра еще утреннее занятие, да, проведем становительного характера, еще дадим нагрузку перед днями отдыха с семьями, то, что так необходимо, набраться эмоций. Ну и стоит отметить, очень хорошее отношение ребят к работе, к тренировкам, видно желание исправлять ситуацию, все работают на полную, на максимальную мощность. Сегодняшний матч показал, что на верном пути неплохое движение, может быть, в плане организации игровых действий не все получилось, слишком часто теряли мяч. Но для таких, скажем, матчей на сборах, под конец сборов, когда накапливается утомление, это характерно. Часто были, принимались неверные решения, тем более было и много хороших действий, много действий на обострение, были голевые моменты, которые мы, к сожалению, сегодня вновь не смогли реализовать. Ну и второй тайм тоже понравился отношениям, где, если по первому матчу были претензии к молодым ребятам в плане движения, отношения к единоборствам, поговорили, объяснили ситуацию, что футбол это не только игра с мячом, это в большей степени как раз заключается игра без мяча, движение, нужно этот мяч отбирать, чтобы им владеть. Поэтому были сделаны выводы парнями, показали сегодня хорошее движение и хороший уровень единоборств. Понятно, не все получается. И соперник, и поле уже немножко, скажем, не того качества после наших тренировок. Обученный соперник, который уже такой свеженький, оказывал хорошее давление в плане прессинга, доставлял нам, как говорится, много, и чем отличается, так и европейский футбол, он достаточно хорошим уровнем жестких единоборств. В первом матче играл Виктор Морозов, сейчас Андрей Боковый. Как вы вообще оцениваете игру молодых ребят? Даже Сергей Самок появится в конце встречи. Не хотелось бы оценивать. Хотелось бы сейчас оценивать общую динамику команды в плане понимания требований, которые предъявляет тренингский штаб. Выделять, ну это мы у себя в коллективе поговорим, там примем соответствующие решения. Но еще раз говорим, способные ребята, которым еще учиться и учиться, трудиться, нужно много трудиться, впитывать как губка все то, что дается и на тренировках, в понимании футбола, и в техническом оснащении. Есть куда расти. Это 100%. На старте чемпионата Сочи не мог забить 5 матчей, вот сейчас 2 нулевых ничьих. Что вы скажете парельщикам, чтобы они не паниковали, что команда ничего не получается, не может забить команду? Нет, мы так не скажем, что ничего не получается. Порядка 12 голевых моментов было в первом тайме, в первом матче. Сегодня были хорошие моменты. Придет свежесть и голы обязательно будут. Голы обязательно будут. Это первый, как говорится, шаг. И мы на это смотрим с хорошим позитивом. В плане того, что и оттолкнемся от того, в этих матчах не было пропущено голов. Это тоже хороший, как говорится, хороший знак. И в этом матче, в частности, очень организованно, дисциплинированно сыграли. Там, за рядом эпизодов, не позволив сопернику создать что-то более-менее вразумительное в наших воротах. От этого как раз и от печки, и нужно отталкиваться в организации своих игр и в атаке. Вы расскажите немного про второй сбор. Сейчас будет три выходных, потом команда снова собирается. Какие там будут задачи, в каком будет отличаться от первой? Ну, отличия незначительные. Немножко поменяется режим работы. Если здесь больше упор делал. Но тут тоже комплексная работа была, аэробного порядка, больше, как говорится, беговых действий, объемные занятия. Но объемные занятия не сохранятся, потому что есть над чем работать, есть что улучшать. Появится больше, как говорится, скоростно-силовых действий. Скоростно-силовых действий. То, что необходимо в футболе. Сами знаем, что это вид спорта, где представлены все, как говорится, виды легкой атлетики в игре без мяча. И с мячом в том числе. Ну и ждем головки. Да, конечно, конечно. Более второй сбор будет нацелен на технику, тактические какие-то нюансы, которые нужно потом будет использовать в игре. Тактические наработки, которые будут нам приносить очки.